Приветствую вас, мои родные и любимые христолюбчики, все братья и сестры Христе, все люди на земле. Всем желаю всякого добра, всякого блага, счастья, любви, мира, долготерпения в душу вашу, в дома вашу, в жизни вашу, во все сферы жизни вашей. В семейной, в личной, в рабочей, все. На канале Христолю Проповеди к моему ролику многосерийный фильм под названием «Вечная земная жизнь», или я уж не помню, как я там его назвал, поступил комментарий, я сейчас вам его покажу. Он у вас на экране, я буду читать со смартфона, я далеко от монитора сижу. Написал Евгений Рыбаков. Мы не знакомы, лично, по крайней мере. Привет, Дима. А как ты понимаешь стих из Деяния 9.27, что человек, человеком положено однажды умереть, а потом суд. Ведь это исключает возможность покаяния в следующих перевоплощениях. Написано, что однажды умереть, а потом суд, и все. Спасибо. Ну, я отвечаю Жене, что привет, это стих не из книги «Во-первых, Деяния», а послание к евреям. Отвечу видео, спасибо за вопрос. Это я опять, кстати, к теме тому, что, пожалуйста, проверяйте свои комментарии, там, как вы пишете, ну, орфографические, синтаксические ошибки, и вот даже такие, видите, то есть, ссылаемся на книгу «Деяния», а это не в книге «Деяния», а в послании к евреям. 9 глава, 27 стих. Я маленькое предисловие скажу, во-первых, вот по поводу того, что когда я тоже меняю, подобных мне тычут, что вот, там, банишь всех, или, да, не хочешь отвечать, или свое какое-то учение там выдвигаешь. Вот живой пример, я просто хочу показать, что никогда я человек адекватного, ну, по крайней мере, пока он адекватный, да, пока он себя таким являет, никогда я не буду ни банить, я не боюсь никаких вопросов. Вопрос, я сам вам говорил в предыдущих роликах, вы помните, что неправильных вопросов не бывает, вот, и ни в коем случае нельзя быть трусом в этом плане, тем более самим собой. Если ты сам не можешь ответить себе на вопросы, какой смысл тогда, как делать вид, что ты там, я не знаю, ученик Христов, пытаешься идти за Христом, который есть путь истины и жизни. Если ты хочешь познать истину, тебе придется задавать себе вопросы, а точнее, они очень часто у всех людей, у нормальных, да, они возникают в голове сами собой. И если человек здравый, трезвый, он захочет, да, это просто нормальное желание на них ответить, вот, и если человек этот идет к истине, не за человеками, идет за Иисусом, вот, то какая разница, он ничего не боится, потому что Иисус есть истина, да. Он пытается ответить, и все, что будет истина, он примет. Вот, так что здесь, поэтому всегда, пожалуйста, какие-то есть, вот вопрос. Я вам скажу, что, казалось бы, очень каверзный, очень в точку опровергает теорию реинкарнации, но я вам сейчас скажу, что я думаю. Причем, опять же, не то, что я там буду юлить, изъеваться. Нет, я, прежде чем записывать эти ролики, я же вам сказал, что, в принципе, на этот вопрос, как я вам неоднократно тоже говорил, что порой, почему я некоторые вопросы утверждаю, так, знаете, сто процентов. Да, потому что, действительно, в моей жизни, так как я 10 лет уже посвятил этим изучением всей, познанию истины, да, я вам рассказывал, что были моменты, когда мне приходилось целиком, все чуть ли не Библию переворошить, ради понимания какого-то вопроса, чтобы быть вот тоже самому уверенным. Вот. То вопрос, конечно, тоже самое реинкарнации, да, перевоплощение душ человеческих в разные аватары, там, на этой земле или в будущих измерениях, я никогда не говорил и в этих последних роликах, ну, и как первый ролик, в принципе, я в этом стал говорить, что я это утверждаю и знаю на сто процентов. Нет. Я даже когда, вы знаете, зато всеобщее покаяние я всем сердцем проповедую, и мне не нужны вообще никакие доказательства, хоть вы мне что там в Библии покажете, а там в вечных муках, как бы там эти слова не называли, я знаю прекрасно, это сердце знает эту истину, что Бог создал мироздание, что Бог каждую душу приводит в бытие, что все им управляемое. Даже сатану создал он, но не сатану, а ангела светлого. И он лишь отошел и остается свободным всегда вернуться. Все эти сказки, вот этих злых людей, это злые сердца. Он никогда не покается. Да откуда ты знаешь, покается сатана или не покается? Конечно, покается. Во зле невозможно пребывать. Зло – это ад. Ад, он не может быть вечным. Человек в нем, любая сущность в нем сходит с ума. Любая сущность захочет вырваться из ада. Просто вот именно у нас планки до этого понимания очень разные. Кому-то надо действительно в такой ад попасть, чтобы понять это. Мы все это по жизни знаем. Поэтому все эти злые сказки, злых людей, вернее, эти все истинные, в кавычках, сказки злых людей по поводу того, что сатана не покается, вечные муки будет. Бог никого изнутри дверь закроет, никого не пустит. Как, в принципе, любят эту притчу там с девами приводить. Это притчи. И Господь разной притчи говорил. Я вам в ответ точно так же метну копье и скажу, что Иисус сказал, что оттуда можно выйти, когда отдашь весь долг. Он точно такую же притчу рассказал. Это притчи. Они затрагивали определенные вопросы. Если мы эту притчу неправильно толкуем, без совокупности, без знания остальных вещей, мы погрешаем. Потому что той притчи Господь сказал, хотел определенные вещи сказать, что невозможно никаким елеем, своей природой невозможно поделиться. Ты достиг совершенства в любви, в милосердии, в доброте. Как ты этим поделишься? Те девы, которые имели елей, масло в своих лампадах, это их природа. Долготерпение. Как ты им поделишься? Кротость. Нечеславие. Как ты этим поделишься? Смирение, а не гордыня. Доброта, а не жестокость. Ну как ты этим поделишься? Они не могли поделиться. И войти они не могут, естественно, как вы. И это я тоже не отрицаю. Как можно туда войти? Туда входит естественно, когда ты меняешься. Вот о чем Иисус говорил эту притчу. Это надо понимать. Ни в коем случае нельзя притягивать о том, что двери заперты и заперты навсегда. Господь сказал, что поищут войти и невозмогут. Да, в этот раз они не войдут. Там не сказано, что больше не будет попыток. Да, пришел жених. Ну и что? Бог есть любовь. Это надо понимать. Это знает каждый. Это знают, я говорю, нормальные люди. Я вам, помните, как-то рассказывал. Я длинное предисловие начал. Я хочу об этом тоже поговорить. Потом я отвечу на этот вопрос. Как я вам рассказывал. Порой вот эти религиозники все, и вот эти вот фанатики таких добрых, в кавычках, учений, они вообще на нише планки еще находятся. Порой простые люди, ни во что официально не верующие, никаким конфессиями, религиями не принадлежащие. В сто раз святее уже давно их, потому что, возможно, в прошлых тех же жизнях все это пережили. И все эти культы, обряды и все, что с этим связано, вот это все вещи. Они человек, только их душа. Дело не в том, что они даже их соблюдают там к чему-то приверженцы. Их душа на очень маленьком уровне. По тем словам и тем делам, я говорю, тем словам, ахинеи, какой они несут, не любовь, а зло. Это можно понять, увидеть их душу, ее уровень, развитие и прочие вещи. Вот. Поэтому многие нормальные люди от всего этого отталкиваются уже давным-давно. Вот. Я не против собрания святых, когда люди действительно любящие друг друга собираются. Там это нормальные друзьями их можно действительно назвать. Да. А когда ходят туда потому, что надо, не знают там никого из-под палки стоят, там как соляные столбы в этих там капищах. Или протестантских, неважно, там на лаках сидят. То ахинею тоже слушают. Это никакой пользы от этого нет. Вот так вот. Вот по поводу, казалось бы, я сначала, мы, я вот специально записываю на диване. Не буду вам зачитывать все послание к евреям. И даже не девятую главу. Стих этот в принципе. Конечно, там основная масса, кто знает того же самого послания к евреям. Первая красная нитка, тема, которая там идет, это вечная вот эта борьба закона и пребывание в благодать, вот именно когда ты никому ничего не должен, кроме взаимной любви. Это раз. И там автор, неизвестно кто, Павел, не Павел. Ну, подписана она просто как посланник евреям, без Павла. Ну, понятно, что Павел, кстати, мог его написать анонимно, именно с той целью, чтобы своим именем не гневить тех, кто вечно там заклинались убить его. И первая, конечно, основная мысль там все время показать, что Христос уничтожил закон, один раз войдя там. Ну, там вот эти, кто их время читал, конечно, оно и прекрасно, оттуда можно и пользы себе приобрести. Ну, вот именно там все вот эти заковыристые, замудренные мысли, все это связано с иудаизмом опять. Вот. Там половину, если честно, можно бы выкинуть, конечно. Потому что вот это вечное вылазение из этой грязи, это, знаете, очень легко сделать. Просто выкинуть все это на помойку, да и все. Весь этот закон Моисеев. Не пытаться там что-то сшить это ветхое сном. Ты никогда ничего там не сошьешь. Просто выкинуть один раз на помойку. В принципе, они мягенько об этом и говорят. Вот я говорю просто уже не мягенько с самого начала. Все эти обряды, культы, современного иудаизма, типа православия, каталицизма и уже давно протестантизма. Просто выкинуть все на помойку. Мы ничего вообще не потеряем. Вообще ничего. Мы приобретем. В многократно раз больше. Вот. И, казалось бы, конечно, там он пытается, там надо, во-первых, контекст, конечно, понять, что автор послания пишет, что Христос однажды умер за нас. Да, он там эту мысль тянет. И я, ну, даже, сейчас уберем все эти контексты. Я хочу просто показать кое-какие вещи. Я говорю, я буду с радостью читать такие комментарии, отвечать на них. Здравые, как я вижу, пусть с любовью, да, написаны. Человек ничем неплохого не написал, поздоровался. Что тут плохого? Вот. Еще раз читаем цитату, как она написана в Евреям 9.27. Ведь человеком положено однажды умереть, а потом суд. Ну, там и человеком ведь положено, да. Вот. Женя делает акцент на слово однажды. Что, типа, написано однажды. Я не буду сейчас синтаксически разбирать, где однажды, где один раз написано, где единожды, и что такое однажды. И тут контекст действительно смысла один раз. Однажды можно перевести как внезапно. Тоже переводить. Ну, однажды, то есть, когда ты умрешь, да. Вот. То есть, не обязательно. Но здесь действительно там, я не буду лукавить и врать, там действительно смысл однажды, единожды. Потому что он говорит, так и Христу. Я говорю, я вам просто не читаю сплошняком этот текст, то вы хотите сами почитать хотя бы девятую целиком главу, и вы все там увидите, да. Вот. И Женя правильно, он делает слово. Ведь каждый, ибо написано, да, мы же любим, как Иисус, в принципе, сатане говорил, ибо написано. Вот так, вот так. Вот и Женя правильно, он говорит. Тут и написано, однажды. Но я тогда, если мы упираемся в слово Б, перед ним стоит слово А. Положено. Ибо, там, я уж не помню даже, что человеком положено, положено, обращу на это слово еще раз, еще сто раз внимания, положено однажды умереть. Положено или не положено? Вот он же утверждает, что умереть один раз, однажды. Так, мы согласились. Умирать все согласны. Люди все умирают. То есть, из четырех слов, человеком положено однажды умереть, я думаю, что мы с Женей согласны в том, что человеки умирают. Да? Вот мы с этими двумя вещами согласны. Так. И остается еще два слова из четырех слов. Однажды и положено. Вот Жене, ему кажется естественным, наверняка, что слово положено, я с ним тоже согласен. А я с ним не согласен. Вот я просто, Женя же мне этот стих говорит из четырех слов. Я говорю, сейчас я как раз не придираюсь, что он вырванный. Я вам контекст объяснил. Пусть, да, действительно там все. Идет речь об одной смерти, смерти Иисуса, всех людей. Через свою жертву он нам любовь свою явил, показал, открыл сущность отца, сущность Бога, сущность свою. Женя наверняка думает, что я согласен и с третьим словом. Слово положено. То есть у нас остается, грубо говоря, с Женей и подобных мне и подобных ему разногласия в одном слове. Однажды. То есть ибо написано, он же говорит, Женя тоже говорит, вот же написано. Но ведь автор к посланию убежден, что положено всем умереть или не убежден? Вот кто мне ответит на этот вопрос? Я вам предлагаю открыть послание апостола Павла. Что-то у меня сбилось. Так, ладно. Предлагаю открыть послание Павла к Коринфянам. Первое послание к Коринфянам, 15 главу. Конечно, кто знает, у Павла действительно были такие. Но он и много, видимо, писал. Конечно, у Петра есть подобные вещи, да. Ну, у всех можно чуть-чуть подсобрать. Но Павел действительно, у него было очень... Господь ему, видимо, это так явно открыл. Вы знаете, как он все-таки достаточно много. Вот это дополнил нам в Коринфянам. Вот это в каком-то еще, я забыл, послание. И уж точно вы помните, я люблю эти. И их, считаю, надо читать последними, как раз перед книгой Откровений. Это его послание. Первое, второе послание к Фессалоникийцам. Там, вы помните, он тоже пишет о том, что вот мы будем не умирать, а изменяться, что Антихрист придет, когда будет построен храм и прочие-прочие вещи. Но он же целая глава. Кто знает, кто не знает, посмотрите мое. Первый круг моего чтения. Благо он у меня есть с Нового Завета. Посмотрите первое послание к Коринфянам. Вся пятнадцатая глава, практически, за исключением кусочка впереди, и то смыслового. Я ее так и называю «Воскресенье мертвых». Да, он посвящает, хоть он и не делит свое послание на какие-то конкретные темы, это уже мы пытаемся. У него послание к Коринфянам, вы знаете, порой, оно действительно складное, оно нормальное. Но вот оно настолько много тоже темам посвящено, такое большое, как и многие из его посланий. Есть маленькие, есть большие, конечно. Вот, и последняя тема, их можно реально делить, более-менее, не вырываясь контекст. У него вся пятнадцатая глава посвящена, ну, смерти, воскресенью, да. Во-первых, я просто ради хохмы сейчас приведу такое, его тридцать первый стих. «Я каждый день умираю», он пишет. Так однажды или каждый день? Причем слово, кто смотрел под текст, как подстрочник, то все манускрипты, неважно, там, греческие, все об одном. Посмотрите переводы. Я специально не стал записывать. Устаете, наверное, кто на Библии смотрит мои ролики, когда я тут на кресле сижу. Я вот, так скажем, и сам чуть-чуть отдыхаю, и тружусь одновременно, вот, в такой свободной форме. Посмотрите подстрочник. Там одно и то же слово, кстати, стоит, что в этом еврейском послании, что в коринфянам. Это одно и то же слово. И он пишет, я каждый день умираю. Но справедливости ради, надо сказать, откройте все переводы, какие есть. Их немного. Сейчас, я говорю, все сайты доступны. Посмотрите этот стих. Новый русский перевод, который мне, кстати, все больше начинает полюбляться. Как это правильно склонить, не знаю. Ну, нравится, да, если по-простому сказать. Вы знаете, там перевели смысловую, сделали смысловой перевод. Я вам могу сказать, что я не спорю. Здесь я хочу просто подковырнуть. А действительно, новый русский перевод, причем единственный, в отличие от всех, международного издательства, международного библейского общества, они перевели по смыслу. У меня вот даже теперь он не открыт. Я не увижу. Но они и написали, что я каждый день, ну да, я практически дословно скажу, я запомнил, как они там перевели. Я каждый день нахожусь перед лицом смерти. И кто знает, действительно, ведь Павел эту 15 главу на самом деле не просто посвящает смерти и воскресенье. Там и гонениям, что и его там, вы помните, он второе целое послание, он посвятит вообще гонениям гонениям и жалу в плоть. Это тех, кто преследует учеников христовых. И уже, почему второе послание, оно, по сути, продолжение, действительно, первое, вот это 15-16 глав его первого послания. Опять же, поделили даже на главы. Это люди. Я говорю, мы кто еще читаем, пытаемся как-то их по смысловой там поделить, по темам. И вот Павел же пишет, я каждый день умираю. Пожалуйста. Если ибо написано, я могу даже вот прям просто, как фарисей, буквоет, упереться в синодальной и во все остальные переводы, сказать, что новый русский перевод это еретический перевод, сатанинский. И вот написано, я каждый день умираю. Значит, Павел каждый день умирал и с утра рождался заново. Вы понимаете, очень часто есть аллегорический смысл. Заметьте, обратите внимание это слово. Павел, когда вот и написал, он думал, что люди настолько тупые, что начнут это в прямой смысл возводить. Он сказал образно. Но он и не написал, он же мог, как говорится, по-русски. Я русский, по-русски выражаюсь, да? По-русски написать. Я действительно, вот как перевели. Почему сейчас же нам, это же новый русский перевод, нам на русский перевели. И перевели правильно. Почему, Павел, ты что, не мог так написать? Или переводчики, что они смысла не понимали? Там смысл понятен, действительно. Павел писал, что они очень хорошо. Мне новый русский перевод, чем больше я его читаю. Сейчас на христолюбии, Библии, чтении, писании, я стал уже Матфея зачитывать. Параллельно сразу читаю, с синодальным сразу читаю новый русский перевод. Мне он очень нравится, да? Достойный перевод. Вот именно они и не коверкают. Действительно, где-то очень мудро, правильно переводят со смыслом. Возможно, они даже правильнее всех это делают. Павел написал, что я каждый день нахожусь перед лицом смерти. Не просто опасности. Он употребил это слово, да. Но перед лицом. Он не умирает каждый день. Он готов умереть каждый день. Он живет, как приговоренный к смерти. Есть такое. Я так, я когда читал и комментировал, я вот по-другому выразился. Но вот в новом библейском переводе тоже хорошо сказано. А там я даже сейчас, ну, помню, не помню, но я, скорее всего, как-то так выражался. Это очень понятное выражение. Я живу, как приговоренный к смерти, да. Причем именно сегодня. Потому что у меня сегодня, как говорится, казнь. Да, вот я там смертник, сижу в темнице. Вот о чем речь. Ну, Павел пишет. Ну, это же не все. Вы думаете, это я так, это я действительно. Ради понимания надо тоже, как идет. И теперь я хочу рассказать вам анекдот. Кажется, странным, да? Ну, у нас хоть ролик о смерти посвящен. Для истинных христиан, учеников христовых и людей, вообще познавших истину, мы знаем, что смерть не существует. И для меня жизнь Христоса, смерть приобретение. Поэтому туда мы должны входить с песнями и гуслями, салтырью и плясками. Есть прекрасный анекдот. Ему, кстати, очень в тему, я его расскажу сейчас. К какому слову положено? А я его как-то говорил, может, кто-то обращал внимание, кто-то нет. Столовая, солдат и генерал. Солдат сидит, кушает. Генерал мимо проходит, все в порядке, граждане солдаты, прогуливаясь между столами. Солдаты говорят, мясо не положено. Он говорит, не положено, не ешь. Он говорит, так положено же мясо. Положено в смысле по уставу. В части положено мясо в обед. Он говорит, положено, ешь. Он говорит, так мясо не положено. Это я уже комментирую, а не тут так и рассказывается. Так не положено же мясо, в смысле в тарелку. Он говорит, не положено, не ешь. А он ему наоборот. Он когда ему говорит, что не положено в тарелку, он ему говорит, так если тебе не положено мясо, не надо его есть. Он говорит, ну мясо же положено. Пустав. А он ему в обратно, грубо говоря, положено ешь. Он говорит, так не положено. Вот они пытаются выяснить, положено им мясо или не положено. Он говорит, что оно в тарелку не положено. Он говорит, то если не положено не ешь. Когда он говорит, так оно же положено. Он говорит, Так положено, так ешь что-то, не ешь. Так его нету в тарелке. Но анекдот рассказывается именно так, я его сразу комментирую. Один в один, прям сегодня этот анекдот мне, да я его, в принципе, даже рассказывал. Так положено однажды умереть или нет? Если мы читаем эти четыре стиха из книги «Послание к евреям», ну или из письма, что положено человекам, положено однажды умереть, я говорю, мы согласны в том, что людям, люди умирают, и у нас разногласия. Положено или не положено, однажды, не однажды. Автор «Послание к евреям» пишет, что всем положено однажды умереть. Если мы еще и предположим, что это Павел написал, получается у Павла что? Не все в порядке с головой? Мы дальше продолжаем читать его послание, первое послание Коринфянам, пятнадцатую главу. Мы, естественно, все целиком, целиком в таких вот формате не будем читать. Я специально села на диван, вот, не перед компьютером, а тут на смартфоне, все это неудобно, и нет смысла зачитывать. Но вы прекрасно помните, как Павел и говорит вот об этой тайне, какой тайне, которую он потом еще в Фессалоникийцах напишет, я говорю, еще в каком-то послании он еще короче вообще говорит, или Колоссиным, или я уж не помню. И потом это открывается нам, естественно, все в книге, которая так и называется, да, Откровение. Мы все прекрасно знаем, что когда Господь будет идти, что будет происходить? Он пишет, вот, говорю вам тайну, открываю, да? Не все мы умрем, но все изменимся. При последней трубе в мгновение ок, ибо вострубит, и мертвый воскреснут нетленными, а мы изменимся, ибо тленному этому надлежит облечься в нетлене, и смертному этому облечься в бессмертии. Во-первых, я когда, вот эти тогда о бессмертии, о последних временах, кто помнит, кто смотрел мои ролики, я и тогда говорил, вот опять же, что Павел, что Иисус, ведь он говорил, не успеете дойти до конца земли, и кто коверкает эти слова, вот именно Иисуса, что вот именно он ошибся, значит, он там не Бог, не Сын Божий, ну, это уже хулители христианства, но вот не пройдет рот этот, как я приду, не успеете добежать до края земли, а уже Евангелие везде проповедано, уже 2000 лет прошло, а Иисус все не идет. Здесь то же самое, ведь Павел, во-первых, пишет, что не все мы умрем, но все изменимся. Мы с вами, он пишет. Ведь заметьте, и как он дальше написал-то? Он говорит, ибо вострубит, и мертвые воскреснут, а мы, 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 он не пишет, вы или они в будущих веках, он говорит, а мы изменимся. Павел, как и все, первые ранние христиане, были убеждены, что Иисус придет, вот-вот не замедлит. Поэтому они с такой горячностью, кстати, проповедовали, откуда у нас сейчас такая холодность. Он говорит, мы? Павел изменился? Нет, Павел умер, насколько я знаю. Ну, понятно, есть предания ортодоксов, о чем только нет. У них и Богородица была, на небеса взятые, и все на свете. Все, кто святой, все на небесах, живьем были взяты. Сам Иисус за ними, за всеми приходил. Ну, я в эту ахинею не верю. А вот Павел, как вы думаете, умер он? Ну, тоже нам, кстати, в канонических писаниях, так и книга деяния оборвалась, на, так скажем, жизни Павла под, как это называется, домашним арестом или заключением. Вот, там непонятно в Риме, как он на самом деле точно пребывал. На этом книга деяний апостолов, которая, вторая ее половина с 15 главы, вся посвящена, в принципе, деяниям апостола Павла. Она заканчивается, да, письма из заключения, мы тоже много его видим, где он прямо говорит, что он за решеткой, да, сидит где-то. Ну, как закончился его жизнь, мы не знаем. Ну, естественно, как и Петра и многих других. Ну, мы все предполагаем, что 2000 лет тому назад они умерли. Вот вам живой пример. Вот Павел пишет, что он не умрет, но он же умер. Это раз. И второе, Павел пишет, не все мы умрем. Так положено однажды умереть или не все мы умрем? Ведь очень важно. Просто когда вот Женя и такие, как он, я сейчас не говорю, что они плохие, я просто говорю, потому что я вот, видите, позволяю себе мыслить и иначе, да, вот он, он почему-то выбрал из четырех слов слово однажды. И он в нем, и он не сомневается, вернее, получается, не в одном слове. И он уверен, что всем положено умереть. А получается, не всем. А получается, зная откровение вот этого апостола Павла, сам Иисус говорил, вы помните? Так всем положено однажды умереть. Что я, кстати, Павла? Сейчас, не знаю, быстро я вам открою. Вы знаете, прежде всего нам надо посмотреть на Иисуса. Где у нас? Матфея какая? 16-я, по-моему, глава, да? Да я по память все могу, конечно. Это я так. Вы помните, Иисус, когда всю эту речь вся идет с учениками о том, за кого меня почитают люди, перед преображением, он им рассказывает о своем, о своих страданиях, и говорит все это, что кто положит душу свою, тоже выберет не жизнь, а смерть, да, для тела своего, тот приобретет душу свою. И Господь тогда им что говорит? Вспомните, пожалуйста. Вот я говорю, на смартфоне тут совсем неудобно. Давайте я вам все это по памяти, вы сами все знаете, можете проверить. Я уже говорю просто, кто знает, я год делал передышку, у меня, конечно, не все теперь. Новый Завет хорошо так в памяти держится, как раньше. Вот. Ну, так-то я, конечно, все эти места помню. Иисус сказал, вы здесь все стоите, но не все из вас умрут. Но некоторые увидят, Царство Божие, идущее в силе. Вы все прекрасно помните. Это Марка 8, Матфея, по-моему, 16, и Лука тоже 16. Они там как-то похожи. Марк точно 8, по-моему. Вот. Есть некоторые стоящие в Завет, которые увидят Царство Божие, пришедшее в силе. Да, и они не увидели, кстати, Иисус их обманул. Во-первых, Он говорил, действительно, Господь говорил образно, что все, кто идут ко свету, вот именно, если предположить, что мы действительно перерождаемся не один раз, после каждой нашей смерти, у нас есть суд, это однозначно. Подведение итогов каждой жизни есть однозначно. Это уж точно. И поэтому те, кто живут здесь, плохо. Это понятно, что они по кругу во второй класс садятся, в десятый там, перерождаются, а может еще в худшие в какие-то состояния скатываются, да, соответственно, в своей предыдущей жизни. Господь их как-то воспитывает. И, возможно, они даже и не видят каких-то, Господь их опытом учит. Они, возможно, не встречаются со светом. Вот. А люди уже, которые, так скажем, на службе у Бога, да, на службе у света, то, вы знаете, я говорю, не исключено. Я не помню, я в этом ролике, или это мой схема, разговаривали мы с Сергеем, потом, я вот не знаю, это Дженни смотрел беседу мою с Сергеем, с Дудко. Вот. Я там и говорил, по-моему, или я уж не помню, с кем я все обо всем-то, где я говорю. Вы поймите, есть разный уровень, да, есть когда мы школьники, вот, в первый класс нас родители заставляют идти с кровати стаскивают, да, и так до конца школы. Потом институт, мы уже, согласитесь, туда не пинками ходили. Мы сами выбирали институт, сами поступали, сами ходили уже, да, где-то нам, может быть, нужен был волшебный пендель, вот, но так-то мы сами понимаем, что это наше уже будущее, нам это уже нужно получить какую-то конкретную профессию, не общее образование. А потом мы идем работать, уже трудиться. Вот здесь, предположите, что у души есть те же самые возрасты. Есть где ты, вообще, сейчас Господь тебя запихивает в эти тела. Господь же нам жизнь даровал без нашего разрешения. Мы можем противиться этому. Вы знаете, дети могут дойти до безумия, кричат, зачем ты меня родила, да, я тебя не просил. Но потом-то мы вырастая, понимаем, что это не так. Потом мы уже студенты, мы уже понимаем, осознаем, что происходит. А если, когда нас отдают, там, да, или сиделкам каким-то, а год, два, три, что ребенок еще понимает? Вот так и мы. А есть уровень вообще работы, я говорю, это вот, скорее всего, не зря Господь говорил, молитесь, чтобы послал жнецов, вот эти проповедники, апостолы, евангелисты. Это уже люди, это уже пахари, пастыри, пахари. Они уже сами идут, как на работу. Господь говорит, пойдете? Пойду. А что делать? Работа такая. И идет. Уже добровольно, самовольно. Порой, может, в самую пучину, туда, где гонение. Вот, человек выбирает где-нибудь себе тело, там, на земле, в какой-нибудь стране, где там. Уже все видит это бытие, уже все осознает, уже с Богом встречается после каждой жизни и дает отчет, что он там напахал, нажал, да, вот, что получилось, что не получилось. Мы же тоже, уча учись, мы тоже растем в этом плане. Вот. Видите, мы вынуждены писания ковыряться в каждой букве, да, учить, запоминать, читать много. Вот. Поэтому, если вы так же в слова, поэтому, ну, сказал, ну, написано в послании к евреев. Я говорю, это просто написано, написано. Положено однажды умереть. А Иисус говорит, не умрете все. Не все. Так положено всем или не положено умереть? А Павел говорит, не все мы умрем. Более того, что Иисус, что Павел, говорили о себе, а они не умерли. Так может быть, тогда, и вот это однажды, это тоже вот так вот сказано, это вроде бы однажды, что когда-то, я вам всем говорил, я верю в эти, в это время, вне времени, или время в вечности, да, и мы живем вот эти этапы от Адама, каждый от первого человека, вселяясь в душу, проживает этот этап жизни, свою цепочку. Действительно, сначала мы все проходим до потопное состояние, где мы вообще были сами себе предоставлены. Потом это непонятно. Эти законы Моисеева, они же были одновременно во всех народах. Когда стали строиться города после ноя и потопа, везде все было одно и то же. Все народы развиваются одинаково. Когда насуются с этим законом Моисеева, с его избранностью, израильского народа, все это и полная ерунда. Все народы жили одинаково. У всех были свои законы, вот эти, не убей, не укради, почитай отца и мать. Это было у всех во все времена. Ничего там божественного, сверхбожественного не было. Бог просвещает каждый человек, кто со мной читает Ветхий Завет на канале. Тут все это уже давно, я думаю, узрел и увидел, и познал. И принял, я думаю. Потом мы все проходим явление Бога во плоти. Все мы это видим. Я говорю, возможно, что вот, кстати, до явления Бога во плоти мы все вот так, знаете, сумбурно перерождаемся. Бог нас учит, это как школа. Это вот действительно одиннадцатый класс. Явление Бога во плоти это выпускной. Как я вам говорил, подположить, что все души одинаковые в этом возрасте на земле. Потом мы уже там становимся, мы уже учимся, мы ученики Христовы, то есть студенты. Это уже университет. Мы уже сами. Бог свободно ходил, призывал учеников. Он никого из-под палки не говорил. Идите. Он говорит, идите за мной, я вам дам благо. Вы познайте истину. И мы уже идем. Это студенты. Какое-то, может быть, первое тысячи лет это было студентов. А может сто лет. За сто лет достаточно. Потом уже это же, эти же души, возможно, перерождались и становились уже учителями. Вот. Вы помните, как книга Идеяния нам описывает их неразвитие и становление этих учеников. Вспомните про крещение. Они, что сразу побежали язычников крестить. Они даже после этого не понимали, что Бог, Бог всех и любовь. Не понимали они это. Бог их этому обучал. Мы это видим. Хотя он три года с ними ходил. Вот. Так что, Женя задал вопрос. Меня он никак, честно, не переубедил в том, что не существует переуплощения людей. Нам не все сразу открыто. Я говорю, Иисус даже, ведь он же не пошел к язычникам проповедовать, до краев земли сам. Он заквасил сливки, так скажем, иудейство. Вот и все. И дальше пошло. Здесь то же самое. Надо понять, что в посланиях есть и тоже школа. Там есть и детский лепет, есть и высокие божественные глаголы. Там все есть. Я говорю, вот так упиравшись, что упираться в слово однажды тут? Ну, тогда уперись в слово и положено. Оказывается, не всем положено-то. Не всем. Вот. Я уже много раз говорил, вот именно, иначе бы у человека, у нормального, он будет задавать все вопросы, и у него должны находиться ответы. Что будет? Я, вот, Жене, другим, пожалуйста, напишите мне свои мысли в комментариях. Я говорю, если вот так перепалку в комментариях я не люблю вести, и вот я-то могу в видео ответить, вы не можете, получается. Я говорю, есть желание, звоните, поговорим, вот на эту тему можно было бы сразу поговорить, чтобы я не один. Я говорю, я-то ничего не боюсь. Пусть это будет дуэль или действительно братский разговор в любви, просто в желании понять, разобраться. Я бы то же самое сказал, ты бы еще что-нибудь добавил, поразмышляли бы. Вот. Просто вопрос, если ты открытка, если ты сразу уже, ты ее не примешь в любом случае, да, то это, может и этот вопрос, я говорю, некоторые я видел уже, это лицемерие, надевают маску таких, типа ничего относятся, так комментарии более-менее пишут, а потом открываются, и там вообще такое начинается. Поэтому я уже особо себе не те же надежды, и тоже сразу так не распыляюсь, его брат дорогой там, не. Вот я уж тоже этого наелся, уже опыта много изведал, и вижу, что все это, пока я человека в лицо не увижу, не поговорю на разные темы. Я ее даже братом там особо не кидаюсь называть, телесестрой. Вот так вот. Так что, пожалуйста, можно на разные темы размышлять. Я говорю, меня не убедило, не убедило это. Хотя стих хороший, в том плане, да, казалось бы, он вот отсекает эти мысли, но нет. Я говорю, точно так же, как он сказал однажды, казалось бы, о людях, написав определенное свое состояние, время. Я тоже долго время об этом не говорил, хотя три года уже, грубо говоря, даже он проповедует, да. И, а сейчас говорю. Ну, написал на дно послание когда-то, а через 10 лет у него мысли изменились. Это же не предсмертное послание одного человека. Какие еще есть места? Пожалуйста. Я вам говорил, что вот сейчас я буду читать. Я на Христолюбие второй круг пошел, чтение Нового Завета. Марка уже прочитали, сейчас Матфея я начинаю записывать. Скоро будете их видеть. Я эту мысль в голове держу и буду анализировать, где встречаются. Вы помните, я в той беседе сказал, а вот ученики прямо спрашивают, как же должен Ильи прийти? Они не говорят в духе Ильи какому-то пророку. Они говорят, Илья должен прийти. Илья, они верят, что он взят был на небо живьем, и он должен оттуда спуститься. Илья. Не в духе Ильи, а Илья. А Господь им говорит, он говорит, нет, вы заблуждаетесь, не зная ни Писания, ни силы Божьей. Он им так ответил? Нет. Он говорит, Илья пришел. И вы не узнали его. Его не узнавали самого Иисуса по воскресенье. Причем каждый раз. Он являлся одним и тем же ученикам, вы помните, сначала поменьше, побольше, грубки побольше, они его каждый раз не узнавали. Даже уже те, кто видел его по воскресенью, каждый раз как будто его не узнавали. А уж тем более, они никогда не видели-то Илью, и приходит Иоанн Креститель. Да вы знаете, все уже давным-давно умерли, кто даже живьем видел когда-то Илью, и вот приходит Иоанн Креститель. А это, возможно, Илья. Возможно, даже внешне они были похожи. Я не только о внешности, что он ходил, как он в овечье, там, этой одежке, шкуре, да, или что там, и припоясан был кожаным поясом, да. Он, возможно, и внешне-то был похож. Но кто видел, когда Илью? Из этих людей. Никогда. А Иисус, он его вот именно, я этот стих тоже привожу, вот именно как аргумент. Попытайтесь мне объяснить. А Иисус говорит, Илья пришел. Он не говорит пророк в духе Ильи. Он говорит, Илья пришел, и не узнали его. Понятно, он им говорит об Иоанне Претечи. Это по Писанию вопрос. Я говорю, ответьте мне хотя бы на два вопроса, тоже моих, кто может. Вот этот раз, и, я кстати говорю, я еще эти даже места, Илья придет, или в духе Ильи, тоже по разным даже переводам не смотрел, мне интересно. Но опять же, вот именно если мы возьмем ту же самую православную церковь, католическую, которая, казалось бы, за вот как, вот именно одну смерть, там все, вряд ли бы они стали проверить рекомендацию, и у них-то вот именно повернулся язык, так скажем, или рука не дрогнула написать такое, это о многом говорит. И такой человеческий вопрос по рассуждению человеческому, я говорю, умирают миллионы, миллиарды со времен первых людей, людей, я вообще до сознательного возраста, это я так привожу примеры, для контраста, 3-5 год, а вообще, за что судить 10-летнего ребенка, от вина, вспомните себя, причем сколько мы уже там, конечно, злодеяний каких-то делали, да, уже кто пацаны, это вообще караул, мы там, что только не вытворяли, но вы знаете, по сравнению с адом, посылать человек на вечные муки, это все детские шалости, если нам люди в этой жизни просяли, мы там стекла били, что-нибудь воровали там в этих огородах, плевались, спички жили, там, что мы там делали, дрались, и нам даже люди это прощали, уж тем более, Бог за это вечные муки не прорвает, что будет с несовершеннолетними людьми, я бы взял планку, я говорю, до 16-ти хотя бы, ответьте на вопрос, это миллиарды, миллиарды человеческих душ, причем детей, все они в ад пойдут, ответьте мне на этот вопрос, по писанию, не по писанию, своими словами, кто в ад, может и даже не отвечать, может даже комментарии не писать, мне это неинтересно, это я знаю, эту точку зрения, другую, иную точку зрения, где они будут, почему они не будут, причем нигде, мне не важно где, почему они не будут со своим создателем, за вот эти вот грешки, подрался, поругался, пивка попел в 15 даже лет, с девочкой переспал в 14 лет, может и переспал он, я не знаю, ну и что, это страшный грех, это грех достойный вечных мучений, нету ему исправления, ни в этой жизни, тогда Бог ему не дает вторую жизнь, ни третью, и он что, виноват в своей смерти, его убили в подворотне, такой же дурак, пырнул его у этого ребенка, или сбили на остановке машину, у нас вон, пьяные ездят вечно, он виноват в своей смерти, почему Бог не дает ему вторую жизнь, ответьте, ответьте честно себе, мне напишите, почему он не может быть, ни где-то там, не надо на задворках рая, почему он не может быть со своим отцом, творцом, создателем, Богом, Иисусом Христом, почему, за то, что Бог ему дал эту жизнь, не уберег его, его какой толкаш сбил, целую остановку снес детей, и что, я жду ответов, а святость какой они добились, уж по писанию, я вам миллион раз показывал, выкиньте из головы, этот дебильный протестантский бред, что после смерти, черно-белое бытие, спасен не спасен, Господь сказал, зерно приносит разный плод, Павел сказал, у каждого дом будет разный, у кого из золота, серебра, у кого из дерева, соломы, разных камней, и он говорит, звезда, другой образ Павел говорит, звезда от звезды, разница во славе, одна так, святость, другая так, Господь сказал, собирайте сокровища на небесах, он не сказал, что это один здоровый бриллиант, в бац, и появился, нет, собирайте, говорит, сокровища, говорит, одно зерно приносит 30, другое 60, другое 100, в колосе, что, дальше не будет развития, или что, вот, ответьте, на вопрос, все, у меня все, я достаточно выговорился, я считаю, что на этот вопрос я ответил, как я мог, как я мог, я, если я кого-то не устраиваю, это, что, я как видел, я, не предвзято, нет, не понравился, я вам сказал спасибо, я написал там, Жене, что спасибо за вопрос, я отвечу видео, я специально отдельным видео, чтобы не в ответах на вопрос, потому что вопрос большой, интересный, все это, вот эта тема продолжается, я вот, дал свой ответ, я буду ждать с удовольствием, ваших, комментариев всех, попытайтесь вы, ответить, и на этот вопрос, если хотите, на это место, из писания, и вот на те вопросы, которые я задал, все, и писание, место, где про Илью, сам Иисус отвечает, и про место писания, что я там еще приводил, всякие разные, да, и вот на такой, действительно, человеческий, нормальный, здравый вопрос, который, я думаю, не в одной моей больной голове, как кому-то кажется, что будет с несовершеннолетними, детьми, до 16 лет, я всех называю детьми, юношами, как хотите, если у них одна жизнь, выстают они на суд, и как вообще можно тогда возрастать, в благодати, как, как можно возрастать в совершенстве, каким образом, если жизнь одна, вот такое вот, мое резюме, а заповедь вы помните, ибо Бог есть любовь, поэтому, всех надо любить, и в этом возрастать, все эти бредни, про вечные муки, за украденную картошку, все это не имеет ничего общего с истиной, я с вами прощаюсь, всех целую, обнимаю, до встречи в следующих роликах,